Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, который связан с первой главой, 12 стихом. Здесь сказано «По переселение же Вавилон и Хания родил Салафииля, Салафииль же родил Зарававеля». С этим стихом существует некая проблема. Когда мы открываем первую книгу Парли Паминон, 3 глава, 19 стих, то здесь сказано «Сыновья Федаи, Зарававель и Шемей, сыновья же Зарававеля, Мешул, Лам и Ханания и Шеломив, сестра их». Кстати, упоминание сестры по имени, я уже говорил, это редко, но случается, когда в Ветхом Завете мы находим женские имена. Проблема заключается в том, что сказано в Матфее «Салафииль родил Зарававеля», а точнее «Салафиил был дедом Зарававеля». Такие сложности мы находим в некоторых местах Священного Писания, не только Нового, но и Ветхого Завета. Для чего Господь, который оберегает свое слово, бодрствует над ним, как сказано в книге пророка Иеремии, попускает, что такие тексты мы находим в Ветхом и Новом Завете. Этим самым Бог показывает нам, что текст сохраняется неизменно, из поколения в поколение. И, может быть, Ветхозаветным людям было бы удобнее убрать такие места, изменить им. Или христианские экзегеты могли бы тоже подчистить такие места, но этого не делается. Я однажды беседовал с одним работником прокуратуры, и он мне говорил, «Если показания даются без всяких шероховатостей, то абсолютно точно понятно, что налицо сговор, когда разные люди говорят в абсолютный унисом». Но если не совпадают в деталях, в каких-то фразах, в каких-то описаниях, вот это всегда свидетельство о том, что сговор отсутствует, что люди излагают события так, как каждый из них со своей точки зрения он увидел и оценил это событие. По ходу бесед на книге Ветхого Завета и Нового Завета мы, конечно, будем сталкиваться с такими текстами. И сегодня мы только отвечаем на вопрос, для чего Церковь сохраняет эти тексты, почему Господь попустил быть таким местом в Ветхом и Новом Завете. И если мы с вами откроем Священное Писание в окончании книги «Откровение Иоанна Богослова», то здесь мы увидим следующие слова. Это 22-я глава, 18-й, 19-й стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». То есть если кто-то что-то скорректирует и прибавит. «И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Действительно, в каком виде текст дошел до нас, в том виде текст оберегается в религиозной общении, в церкви. И мы имеем разные редакции одних и тех же текстов. И для христиан всегда была дорога любая из редакций. В свое время иудеи поступили просто. Они сделали стандартный разворот версии книг Ветхого Завета, единственно правильную редакцию и уничтожили древние рукописи. Нечто подобное делали и мусульмане. Они уничтожили все эти фрагменты, которые не подходили под стандарт, и текст достаточно стройный в результате такой редакции. Христиане более бережно относятся к тексту. И вот эти места они как раз свидетельствуют о том, что церковь не подгоняет этот текст под свои стандарты. В каждой рукописи, которая может в некоторых фрагментах не совпадать с другой, церковь оберегает особенность каждого свода книг Ветхого и Нового Завета, которые дошли до нас. Очень серьезно этим вопросом занимался Блажен Августин. Он написал книгу, которую мы будем использовать, «Согласование евангелистов». Когда он обнаруживает так называемые противоречия, показывает, что это никакие непротиворечия. Или это возможная описка, или люди неправильно поняли текст, выхватив его из контекста. Так вот, он имеет рассуждение в своей книге, она называется «О граде Божьем». Это огромный свод знаний. По поводу еврейского текста имеется в виду, конечно, не массоретский текст. Массоретский текст – это редакция, которая была завершена к IX-X веку после Рождества Христова. Он берет протомассоретский текст. И берет септуагенту первый перевод Ветхого Завета, сделанный с еврейского на греческий еще во II-III веке до Рождества Христова. Есть несколько редакций септуагента. И он задается вопросом, если еврейский текст не совпадает септуагентой, с переводом 70, с греческим, то как относиться к этим разночтениям? И если в септуагенте есть что-то такое, чего нету в еврейском тексте, и наоборот. И он находит интересное решение. Он пишет, у пророка Исаии есть то же, что можно найти и у пророка Иеремии, и у пророка Иезекииля. Но можно найти то, чего нету у Иезекииля и у Иеремии. И в этом смысл того, что мы имеем не одного пророка Исаию, а мы имеем многих пророков, великих и малых. С одной стороны, подтверждая свидетельство друг друга, в некоторых случаях они имеют то собственное откровение, которое им было дано. Уже в христианский период появлялись, возникали религиозные движения, которые говорили о том, что они принесли новое пророческое откровение от Бога. Но когда христиане изучали, они говорили, а что тут такого нового, чего нету в книгах Ветхого или Нового Завета, покажите нам. Ну, и оппоненты в растерянности ничего не могли показать. Так вот, Августин пишет, тот же самый Дух Святой, который вдохновлял пророков, А в Библии сказано, «Никогда слово Божие не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их сыны Божии, будучи движимы Духом Святым». Этот же Дух Божий вдохновлял и переводчиков еврейского текста на греческий, то, что мы называем перевод семидесяти или септуагинта. Таким образом, в понимании Блаженного Августина, если мы находим в септуагинте то, чего не находим у еврейских Писаниях, то, как они излагают учения пророков, это сказано тем же Духом. А если в еврейских Писаниях мы находим то, чего нет в септуагинте, это сказано тем же Духом. Как у Исаии, есть то, что есть и у Иеремии, и Закеиля, а есть то, чего нет ни у того, ни у другого. Христиане имеют страх перед Словом Божьим, и мы сохраняем его в том виде, да, разные редакции, да, разные списки, в каком эти тексты дошли до нас, дабы дерзкой рукой человеческой не править то, что было вдохновленным самим Богом. Не нам это решать. И все-таки решение есть по поводу 1.12 Евангелия от Матфея, и мы его находим в православной толковой Библии. В числе сыновей Ихании в 1-е Паралепименон 3.17 упоминается Солофиил, но по стиху 18 и 19 у Ихании был еще сын Федая, и у него именно родился Зарвавель. Таким образом, в Евангелии Матфея здесь опять по-видимому пропуск Федаи. Между тем, во многих других местах Священного Писания и у Иосифа Флавия Зарвавель везде называется сыном Солофииля. Для объяснения этой трудности предполагают, что Федая по закону ужичества, то есть по закону сродства, взял за себя жену умершего Солофииля и таким образом дети Федаи сделались по закону детьми Солофииля его брата. Ссылка на Иосифа Флавия Древности Книга Одиннадцатая Три Один и прочее. Итак, сегодня мы ответили на один из сложных вопросов, связанных с родословием Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем касаться других трудных мест Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И, пожалуйста, берегите себя. Спасибо с Христосом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok